Всем привет, друзья! И добро пожаловать в новый влог. Сегодня у нас будет постное тесто на пирожки. Пирожки с капустой, с картошкой, с яичками. Как вам нравится, да? Это у меня первое тесто. Потом я вам покажу, может быть, через 2-3 недели другое тесто. Тоже такое же, но только уже будет с яичками идти. Это тесто очень вкусное, хорошее, диетическое, постное, как я уже сказала. Так, что нам к этому надо? К этому надо 250 миллилитров. Вот у меня тёпленькая вода. Муку, я вам точно скажу, где-то 360 до 400 будет выходить, плюс-минус. Потом 1 чайная ложечка соли и 1 чайная ложечка сахара. Дрожжи 15 грамм, если сухих, то 7 грамм. И 70 грамм масла. Больше сюда ничего не надо ложить. Это такое тесто, как на хлебушек. Но очень вкусное и полезное. Ну, поехали. Это вот как раз, девчата, вот сейчас, после этих праздников, после всего. Вот это вот нам и надо. Идёт ближе к весне, чтобы не располнять. Вот такое сегодня будем с вами делать. Теста у меня много, конечно. Я имею в виду, что рецепт. Так, добавляем дрожжи и сахар. Это у меня соль и сахар. Всё делаю на глаз, да? Я имею в виду, когда буду сейчас муку добавлять. Это у меня всё. Всё я буду делать на глаз. Я никогда не измеряю там, сколько муки, 2-3 ложки. Я вот делаю. Всегда выходит. Так. Если нету таких дрожжей, то можно сухие дрожжи. 7 грамм. Покажу вам сейчас пачку, потому что будут мне всё равно писать. Смотри, девчата. Не обязательно, чтобы как тесто было. Я даже комки не взбиваю. Вот у меня. Сейчас покажу. Если дрожжи хорошие, они их разъедят. Посмотрите. Вот такое вот. Обыкновенное. Вот. Сейчас вам покажу. Посмотрите. Я вот размешала, да? Размешала. Я только перед вами положила. Это тёплая водичка. Посмотрите, уже бульки пошли. Всё. Оставляем. Тут у меня масло 7 грамм. Я уже показывала. Так. Что я хочу сказать? Дрожжи. Дрожжи, дрожжи, дрожжи. Это будут у меня спрашивать. Вот такие дрожжи. Именно вот такой фирмы и вот такие дрожжи. 7 грамм. Если нету, например, таких вот живых дрожжей, да? Так. Ну, теперь что нам надо? Нам надо полка чина капусты. Вы, наверное, знаете. Две луковицы и две морковки. Я, наверное, не буду показывать, да, как их делать. Как протушить. Это тушится. Сначала лук режется. Две луковицы. Морковка натирается. И морковка. И капуста, вернее. Всё. Это всё протушили. В конце добавили яичко. Если как. Ну, кто нравится. Некоторые добавляют томат, но томат я не добавляю никогда. Потому что она даёт кислинкой. У каждого свой вкус. Ну, попробуйте так, как я вам говорю. Это очень вкусно. Девчата, посмотрите, что творится. Посмотрите, как увеличивалось в три раза. Не в два, не в один, а в три раза. Вот так даже сделаю. Вот так вот увеличилась опара. Посмотрите, какие дрожжи хорошие. Дрожжи сюда у меня слили с каутланда. Ну, честно сказать, не имеет значения. У меня даже, я бывала, даже попадались и просроченные дрожжи. Они всё равно шли. Всё равно. Так что вот всё. Сейчас начнём. Всё. Не бойтесь мешать, да? Посмотрите. Это пока я тут шинковала... Это морковку. И лук резала. Капусту тоже. Она у меня так поднялась. Ну, буквально там 15 минут, да? Хотя я уже видела. Я пока то делаешь, пока это я уже вижу, что она поднялась. Думаю, ну, надо уже начинать. Надо начинать. Так, ладно, опять много болтаю. Извиняюсь. Так, девчата, смотрите. Тут у меня соль. Соль. Ах, как дрожжами пахнет. Говорю погромче, потому что у меня тут и борщ варится, и капуста тушится. Так. Да, тут 250 грамм. Да, тут 250 грамм. Сейчас посмотрим, сколько у меня получится точно. Масло будем добавлять. Масло будем добавлять потом. Хотела с яичками сделать, дети захотели с капустой. С картошкой не хотят, думаю, с капустой. Я сама с удовольствием с капустой люблю. Очень люблю. Смотрите, какое шикарное тесто. Посмотрите, как оно быстро собралось. Так, добавляем. Мука у меня слива. Вот такая вот мука. Обыкновенная. Так. Пускай будет еще 250 грамм. И сейчас будем с вами смотреть. Чуть-чуть не досыпала, но не гай. Так. Теперь только-только руками. Делаю. Такое тесто хорошее. Дома запах. Ну, запах хлеба. Пресного хлеба. Так, убавляем. Ну, все, поехали. Посмотрите, вот такой вот у нас клубочек появляется. Добавляем наше масло. Это я никогда не мою. Потом надо будет нам в конце, когда начнем вот катать наши пирожочки. Что-то я говорю, сегодня у меня совпалось. Опять и борщ с капустой, и пирожки с капустой. Ну, и добавляем нашу муку. Хорошенько-хорошенько вымешиваем. Ну, вот так вот. Посмотрите. Тесто у меня уже хорошо отходит. Посмотрите. Хорошо отходит прям. Наверное, больше... Нет, я больше муку не буду добавлять, девчата. Это получается, у меня получилось 350 грамм муки. Ну, и все. Тут у меня осталось, как я всегда говорила, я никогда не вымываю, всегда масло остается. Ну, и все. Оставляем теперь, чтобы оно у нас поднялось. Один раз. Не обязательно два-три раза. Уже говорила, это не на Пасху. Все, закрываю. И оставляем. Посмотрите, как поднялось от тесто. Вот на один раз. Тесто у меня поднималось, ну, где-то 40-45 минут, девчата. Это зависит, какая у вас температура дома. Вот, если, например, у вас прохладно, да, включите духовку на 50. Только смотрите, чтобы ваше тесто не сгорело, как сказать, не сгорело, не перегрелося, да. И сразу выключаете, подогрейте и выключаете. Вот такое вот хорошее, посмотрите, пресное, вкусное, легкое тесто поднимается. Так, девчата, сейчас я вам покажу. Я пирожки с капустой, с морковкой, например, вот когда я не в духовке делаю, а когда вот на сковородке, да, я никогда не даю им, чтобы они опять расподнялись. Ну, как, чтобы они еще не поднимались у меня. Я их сразу, например, включаю в сковородку, и сковородка у меня накаляется, и потом я сразу их жарю. Ну, чтобы так выкладывать на противень и ждать, когда они подойдут, как бы я не делаю этого. Все. Так, немножечко я маслицем делаю. Так, видно, не видно. Вот так, наверное, сделаю. Я просто вам покажу, чтобы тоже ваше время не занимать. Ой, какое нежное, нежное, воздушное. Ну, такое вот тесточко. Ой, какое воздушное. Все. Тоже ручки смазываю. Ну, вот так вот я делаю. Кто, например, делает мукой, делайте мукой. Кто, например, вот, как я вот сейчас буду маслицем делать, и не буду выкатывать, да? Я просто как качалку приготовила, показать вам. Ну, вот так вот где-то, пускай будет 50 грамм, да? Вот так я делаю по тесту. Вот так вот я, девчата, начинаю, как бы, делать. Это у меня капусточка. Капусты мы любим побольше, чтобы было. Вот так вот. Вот, смотрите. И вот так вот я, например, растягиваю. Вот так вот. Сначала вот так вот, посмотрите. Вот так вот тяну отсюда, и вот так вот тяну. Все, тесто растягиваю. И потом туда его. И все, покажу вам, как я это делаю. Вот такие вот они должны у вас получиться. Вот так, девчата, вот. Приступаю. И потихонечку. Вот так вот накладываю и делаю. Тесто очень хорошо и быстро поднимается. Посмотрите. Я не успеваю, они так быстро поднимаются. Очень хорошее тесто получилось. Я прям рада. У меня всегда хорошо получается. Вообще, тесто дрожжевое люблю. Так, налила я пол сковородки масла подсолнечного. Ну и буду сейчас уже накладывать наши пирожочки. Сюда вот. Вот сюда вот. Они у вас прям должны плавать в масле. Но у меня здесь где-то примерно пол-литра. Пол-литра масла подсолнечного без запаха. Так, девчата, посмотрите, какие они пышные, как они поднимаются. Посмотрите, вот. Так, ну это еще рановато, но я вам просто покажу вот так вот. Потом еще раз переверну. Вот такие вот они, посмотрите. Кушочки. Вот такие, как тесто, вот посмотрите, поднимаются. Вот они. Пирожки поднимаются прям на глазах. Посмотрите, какая прелесть. Вот посмотрите. Такие вот они пухленькие. Смотрите, девчата, какая прелесть получается. Вот такие, правда, еще горячие. Вот такие вот пухленькие, хорошие. Ну, еще рано. Ну, вот такие вот. Тут у меня буршки пип. Посмотрите. Так что вот такая вот прелесть получается. Вот только вытащила. Смотрите, какие они пухленькие. Посмотрите. Очень вкусные, хорошие. Главное, чтобы у вас шов прожарился. Наверное, знаете, да? С швом обязательно ложите, девчата, вниз. Это я говорю новеньким на канале. Потому что некоторые у меня девочки молодые смотрят. Чтобы знали, всегда, когда вы выпекаете, даже в духовке или так на сковородке, всегда швом вниз. Почта, посмотрите. Вот напекла я. И вот эти у меня две штучки оставалось. Но я хочу это к борщу. Я их сейчас натру чесночком. И сейчас как раз к борщу. Борщ готов. Вот такие вот крупные, вкусные получились. Конечно, дегустацию еще я не сняла. Но сейчас я перед вами его поломаю и посмотрю. Очень вкусные, очень-очень вкусные. Прям вот тесто. Тесто прям вот вы сами посмотрите, какое тесто. Конечно, хрустят. Вот они. Подвину поближе. И вот, девочки, посмотрите. Ой. Вот такие вот горячие еще, конечно. Ой-ой-ой, какой горячий. Ой. Посмотрите, вот такие вот они получаются. Посмотрите, какое тесто тоненькое. Вот такое вот. Вот такая вот вкуснятина получается. Даже шов тоненький такой, который я люблю. Так что вот делайте на здоровье. Всего вам самого хорошего. Всем пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok